... для жалоб на местного епископа, регулировал отношения между епископами, если нужно, видоизменял границы епископы и тому подобное. Все епископы митрополии под председательством митрополита принимали участие в рукоположении новых епископов. Постановления же соборов, касающиеся церковного устройства, дисциплины и т.д., получили название канонов, правил. Из 4 века появляются уже сборники канонов. Так, например, в 4 веке широкое распространение получили 85 так называемых апостольских канонов, до сего времени лежащие в основе православной канонической традиции. К ним постепенно прибавлены были каноны Вселенских соборов, а также и поместных, имевших обществарковное значение, например, канона Антиохийского собора 341 года, о котором мы говорили в предыдущей главе. Свою окончательную форму канонические сборники получают гораздо позднее. Но даже в этой ранней стадии изучение канонов показывает постепенное развитие церковного строя. Причем, как сказал современный канонист, при всем разнообразии исторических форм церковной жизни, мы находим в них некое постоянное ядро. Это догматическое учение о церкви, другими словами, сама церковь. Церковная жизнь не может принимать любые формы, а только те, которые соответствуют сущности церкви и которые способны выразить сущность церкви и в данных исторических условиях. Никейский канон отметил и санкционировал ту форму Вселенского Единства Церкви и ее соборности, которая сложилась к концу 3 века. Но он не остановил развитие этой формы. В течение 4 века мы видим все более определяющиеся согласования церковного устройства с государственным. Империя была разделена на диоцезы. И вот второе правило Вселенского собора 381 года отмечает соответствующее деление и церкви на диоцезы, то есть церковные области Египта, центром в Александрии, Востоке Антиохии, фонда Кесарика Падокийская, Азии Ефес и Фракии Ираклия. Заметим здесь, что Второй Вселенский собор свое внимание сосредотачивал исключительно на восточной половине империи. С этого момента различие канонической эволюции на востоке и на западе становится уже вполне ощутимым. Таким образом, прежняя структура как бы органически совмещена была с новой, которая определяющим стало государственное значение города. Диоцезы в свою очередь делились на провинции или метрополии, а эти последние на епархии. Нужно помнить, что все эти слова взяты из римской административной терминологии. Позднее с церковным правилом уже официально был санкционирован принцип, согласно которому гражданским и земским распределением доследует распределение церковных дел. По народу, но наряду этим естественным процессом согласования, который, повторяем, намечался и до обращения к Константину, теперь намечается нечто новое. Создание некоего имперского центра церкви в своем возникновении и развитии уже целиком связанного с изменившимся положением церкви и империи и с неясным, но вполне очевидным весом самой императорской власти в церковных делах. Мы видели, что вокруг Константина почти сразу после его обращения создается своеобразный церковный штаб, стремящийся влиять на церковь при последствии императора и тем самым как бы противополагающий себя прежним центром соборности. В него входит престарелый друг Константина Осий Кордовский, Два Евсевия и вся их группа. Христианский император по неволе создавал вокруг себя новый полюс притяжения для церкви. Но в этом нельзя видеть, как видят римско-католические историки, одно раболепство восточного епископата, в зачатке того Цезара Папизма, которому они неизменно обвиняют восточную церковь. Нужно с самого начала почувствовать все своеобразие и глубину византийского замысла отношений церкви и государства, в котором связывает их между собой не какое-нибудь юридическое разграничение власти, не конкордат, а истина. Это значит вера церкви, которую сначала император, а в нем империя, признает своей истиной и истиной над собой. А если так, то для самой церкви совсем не безразличны религиозные самосознания империи. Император-еретик, император-отступник, не означает ли это крушение христианского мира с всего замысла его, новое поражение истинно ложью, над которой она только что восторжествовала, новый отпад мира от Христа? Нельзя забывать, что современное, логическое, светское государство, возникшее в эпоху, когда из самого христианства выветривается его космический пафос, и религия становится надолго частным делом каждого, больше же всего делом его загробной судьбы. Но удачу или неудачу, грехи и достижения Византии можно оценивать только, если помнить о совсем другом переживании самого христианства в то время, переживание его, как прежде всего, космической победы Христа над князем мира сего. В этой победе обращение Константина, как мы уже говорили, приобретало особое значение. Здесь перед Христом склонялось государство, засели бывшее главным носителем дьявольской злобы против церкви. Но тогда государство немедленно возвращает себе все то положительное значение, которого никогда не отрицали христиане, начиная с апостола Павла. Поэтому и православным, и еретикам совершенно в равной мере была чужда идея нейтрального государства, как чужда была и возникшая позднее на Западе идея клирикализма, то есть иерархического подчинения государства церкви. В восточном восприятии церковь обнимает собой весь мир. Есть его внутренняя сущность, мирила, источник благодатных даров в нем. Но она не есть власть в нем, не даже источник власти. Это последнее дана царям, правителям. Они должны мерить ее истинной церкви. Но получают они ее не от церкви. Только в свете этого можно понять, почему православные иеретики ни из одного оппортунизма и властолюбия добивались влияния на императора. Каждый из них искренне верил в свою истину, хотел эту истину сделать и нормой христианской империи. И драма Востока в том, что на деле этот замысел, это видение осуществить, оказалось невозможным, и в жизни все это слишком часто оборачивалось злом. Само государство еще слишком сильно пребывало в своих языческих категориях, продолжало ощущать себя самоцелью и самоценностью, религию же своим оружием. Если и для нее судьбы церкви, особенно за догматические споры, также были небезозвищны, то по другим причинам всякое разделение в церкви немедленно отражалось на спокойствии государства. С основанием в 330 году новой столицы Константинополя этот имперский центр получил удобное церковное выражение. Константинопольская кафедра вначале скромная кафедра одного из суфраганов иероклейского митрополита была, если можно так сказать, обречена на возвышение. Константинополь был создан как Второй Рим и при том как христианский центр империи. Сам Константин в построенном им храме 12 апостолов среди 12 символических гробниц апостолов приготовил 13-ю себе. Не завершало ли это обращение империи к проповеди апостолов? Именно от этой 13-й гробницы и возникло величание Константина равноапостольным. В 4-м веке и это очень характерная черта возникает два новых полюса церкви Иерусалим и Константинополь. Интерес Константина к Святой Земле в поиске Древа Креста его матери Еленой украшения города не бывало величественными храмами. Все это имеет особый смысл если принять во внимание что вторым святым городом для Константина был основан им Константинополь. Это может быть даже подсознательное ощущение особой миссии в истории спасения. Город Креста и город возникший из победы Креста царствование Константина увенчивающая победу Христову мир с двумя центрами царя Иудейства и царя Арамеев смирившегося перед ним. С веками эта мистика Константинополя как святого города будет шириться и углубляться но начало ей положил несомненно его первый император мистик и конечно Евсевий Никомедийский не ошибался когда менял свою древнюю и прославленную кафедру на кафедру никому неизвестной Византии здесь пролегала большая дорога исторического христианства. Через 50 лет после основания города отцы Второго Вселенского Собора уже провозглашали что епископ Константинополя имеет первенство чести после епископа Рима потому что Константинополь Новый Рим народ царя и сената пока что это ничего не меняло в общей структуре Восточной Церкви определенной тем же собором Константинополю не выделялось никакой области и формально его епископ продолжал быть одним из епископов диатеза Пракии возглавляемого Ираклием митрополитом Фактически же Третий Канон утверждая ему первенство чести делал его своеобразным центром всей Восточной Церкви всю империю определял как его область две формы церковного устройства та которая развилась органически и та которая теперь символизировала Константинополь явно не совпадали и одна из них рано или поздно но должна была подчиниться другой этим и объясняется длительный конфликт между Александрией и Константинополем то тлеющий то разгорающийся ярким пламенем в те века правда аустиции Константинополя была сомнительными многие годы он был центром арианства а Александрию своей боевой за истину и за свободу возвышала в глазах церкви Афанасий Великий но даже когда Константинополь стал православным вражда Александрии не затихла она проявилась в трагикомической попытке поддержать некоего Максима Цинника против святого Григория Богослова в страстном и поспешном соборе под дубом 402 год осудившем Златоуста праведной наконец но часто смешивающей богословия с вопросами власти и первенства в борьбе Кирилла против истории но все попытки остановить рост Константинопольского влияния и значения церкви были бесполезны католические историки часто представляют этот рост как сознательную политику Константинопольских епископов честолюбивых и властолюбивых планомерно подчиняющих себе восток на это очень поверхностное обсуждение на деле среди Константинопольских епископов того периода мы не видим особого властолюбия Григорий Богослов Святой Нектарий Святой Иоанн Златоуст Мисторий даже и наконец Славиан все они в том что касается властолюбия в сравнении не идут с Александрийскими папами с Теофилом Кириллом Диаскором уж если где-нибудь была политика и притом планомерная то конечно в Александрии а не в Константинополе но католические историки не хотят видеть что этот рост Константинополя был неизбежен и совершился бы даже если бы все константинопольские епископы были подобны Григорию Богослову по смирению и доброте не сумевшему даже в Максиме Циннике разрешить темного авантюриста ибо корни этого роста уходили самые основы видения христианской икумены последней и безнадежной попыткой Александрии сохранить гегемонию был разбойничий собор 449 года в Ефесе его безобразие не могло не сделать реакции еще более сильной антиохия была ослаблена и развенчана нестарианством теперь наступил серед Александрии Халкидонский собор оказался торжеством Константинополя и его первенство было окончательно утверждено знаменитым 28 каноном подтвердив третье правило Второго Вселенского собора ввиду того что город почтен присутствием императора и сената канон вместе с тем ввел и нечто новое отныне Константинопольскому епископу выделялись диоцезы Фонта Азии и Фракии и епископы варварских народов подчиненных этим диоцезам таким образом формально две системы указанные выше находили свое согласование Константинополь становился центром определенной области или как впоследствии называли патриархата подобно Антиохии и Александрии и завершившему также в Халкидоне свое возвышение Иерусалиму но он сохранял свое первенство чести над старыми кафедрами именно по признаку своего государственного значения и ничто лучше не показывает духа этой эволюции чем этот епископский синод который буквально сам собой образовался в эти годы вокруг Константинопольского архиепископа в столицу съезжались по разным делам епископы из провинции и вот возникла практика собирать их для рассмотрения разных царковных дел этот зародыш будущих патриарших синодов первые зачатки совсем нового централизованного понимания власти первого епископа области которая возобладает впоследствии это была победа имперского устройства церкви над последними остатками до никейской ее формы все это нужно иметь ввиду чтобы понять значение реакции против халкидона на востоке собор был торжеством не только абсолютной объективной вневременной истины но и веры империи веры Константинополя и если бы империя действительно была тем чем она провозглашала себя чем и была в видении лучших людей того времени вселенским сверхнациональным христианским государством то это торжество имперского православия торжество Константинополя было бы до конца оправданно и исторически и церковно но увы и здесь разлад между теорией и практикой был достаточно острым единство империи культурного и психологического никак нельзя было преувеличивать ее самосознание сохранили для нас официальные документы но если отвлечься от них картина получается совсем иная и надо прямо сказать печальная под тонким слоем эллинизма эллинистической культуры утвердившейся в городах и среди интеллигенции продолжали бурлить старые национальные страсти жили древние традиции Иоанну Затаусту в предместиях Антиохии приходилось проповедовать по-сирийски греческого там уже не понимали а современные исследования все очевиднее показывают что масса сирийская или копская власть империи переживала и воспринимала как независимое иго кроме того на востоке империя появлялась уже роски сирийской христианской письменности зависящей конечно от греческой но показывающей на возможности самостоятельного развития достаточно в четвертом веке указать на имя преподобного Ефрема Сирина 373 год чтобы почувствовать всю глубину все потенции этой восточной рецепции христианства главной питательной средой антихалкидонской реакции и монофизитства было монашество но как раз монашество по своему происхождению меньше всего было связано с эллинизмом и в четвертом пятом веках в Сирии и Египте оно питалось преимущество местными национальными элементами копскими и сирскими уже в поддержке которую оказали монахи скрывающимися от полиции Афанасии может быть можно усмотреть оттенок защиты своего против чужих отстаивая же Кирилла бушуя на разбойничьем соборе монахи уже очевидно защищали свою церковь от поползновения чужого имперского центра борьба против халкидона помимо своего богословского значения приобрела теперь новый религиозно-политический смысл в монофизиции нашли выход разгоравшиеся под спудом этнические страсти борьба против двух природ грозила превратиться в борьбу против самой империи епископы возвратившиеся из халкидона встретили во многих местах народное сопротивление в Иерусалиме чтобы ввести патриарха Ювеналия в свой город потребовалось вмешательство войска в Александрии солдат защищавших патриарха протерия уже просто назначенного Константинополем на место неизложенного диаскора разъяренная толпа заперла серапиум и сожгла живьем правительство сначала прибегло к силе пыталось навязать халкидон но когда в 457 году умер Маркиан последний представитель династии Чеодосии Великого началась эра компромиссов с монофизитами и в течение двух веков вопрос этот оказался доминирующим в императорской политике в Александрии в марте 457 года народ избрал своего монофизитского патриарха Тимофея Элура а протерий был убит в 457 году монофизиты завладели и антиохийской кафедрой избрал на него некого Петра Фулона власть поняла что за монофизитами стоят огромные народные силы угрожающие политическому единству империи и в том же 457 году узурпатор Василиск на короткий срок изгнавший императора Зенона издал энциклику фактически осуждавший Халкидон и потребовал от епископов подписи под ней ее подписали 500 700 епископов Зенон возвративший себе власть в 476 году сначала поддерживал халкидонское православие но под влиянием константинопольского патриарха Акакия и видя непрекращающийся рост монофизитства в Египте Сирии и Палестине он в 482 году издал Энотикон догматический декрет которым не называя их отвергал и Томас Папы Льва и Халкидонское определение монофизитские патриархи Александрии и Антиохии подписали этот декрет но народ отказался следовать за ними в одной Александрии толпа в 30 тысяч монахов требовала патриарха отречения от Энотикона еще важнее то что принимая подписи монофизитских иерархов этих городов император тем самым признавал их законность но в Александрии находился и Халкидонский патриарх и он обратился теперь с жалобой в Рим Папа Папа Феликс Третий потребовал от Акакия Константинопольского главного вдохновителя политики компромисса ясного принятия Халкидонского догмата и послания Льва не добившись этого он в июле 484 года торжественно низложил и отлучил Акакия началась первая схизма с Римом затянувшейся на целых 30 лет 484 518 года так пытаясь сохранить монофизитский восток Константинополь терял православный запад Акакийский раскол еще одно звено длинной цепи расхождений что приведут к окончательному разделению император Анастасий 1 491 518 уже открыто поддерживал монофизитов в 496 году им был низложен константинопольский патриарх Ефимий за отказ общаться с монофизитским патриархом Александрией 511 году ту же участь разделил патриарх Македонии за нестарианство то есть за верность Халкидону и на его место назначен был открытый монофизит Тимофей 512 году на антиохийскую капитал Анастасий возвел главного монофизитского богослова Севира Антиохийского который на соборе в Тире в 518 году торжественно осудил Халкидон с каждым годом разделение между православием и монофизитами становилось все глубже и непоправимее правда в Палестине и Сирии часть монахов под водительством святого става освященного основателя знаменитой палестинской лавры оставалось верной православию и не признавала монофизитской иерархии но главная масса сирийцев и фактически весь Египет оказались прочной добычей ереси не случайно православные получили там кличку Малкитов царей людей Халкидон оказался синтезом богословским но не имперским монофизитская смута все очевиднее раскрывалась как расплата за союз церкви с империей вернее как расплата церкви за грехи империи как первая большая трагедия молодого христианского мира в этой трагедии почти сорокалетнее царствование Юстиниана 527 565 означает последнюю попытку сохранить единство римской вселенной завершение и высшую точку того мира в котором умирающая античность вступила в союз с христианством с самого начала Юстиниан зачарован великим прошлым Рима и в основе всей его политики лежит не трезвое сознание действительности а мечта о былой славе империи о величии императорской власти и миссии Рима мы надеемся пишет он что Бог вернет нам страны которыми владели древние римляне вплоть до двух океанов но это была мечта в действительности римского единства уже не существовало в 395 в 395 на смертном адре император Феодосий Великий разделил империи между своими двумя сыновьями Гонорий получил запад Аркадий Восток теоретически же империя продолжала быть одним государством с двумя императорами на деле именно с этого момента пути восточные и западные окончательно расходятся на востоке хотя и связанные органическим преемством с Римом но растет уже новый византийский мир римский же запад под ударами варваров все больше и больше погружается в хаос тех темных веков из которых родится позднее романо-германская Европа начало варварским нашествием великому переселению народов положено было в 355 году появлением на востоке Европы гунов под их натиском германские племена осевшие там начали прорывать границу империи ее восточная часть спасена была Сеодосием великим тогда оттиснутые с юго германцы двинулись на запад первая волна докатилась до Рима в начале 5 века но была отбита варвары все же утвердились в империи весь год и в Италии вандалы в Африке в Франке в Галлии в качестве союзников признали римскую власть так что победа в 451 году над гунами на каталунских полях еще могла рассматриваться как победа Рима но сам Рим разлагался убийства предательства заговоры сменяли одно одного за другим бестильных императоров и в 476 году осготы Теодориха основали в Северной Италии свое царство номинально и теперь все эти народы продолжали признавать верховную и священную власть византийского императора и их князьки с удовольствием принимали от Константинополя пустозвонные придворные титулы все же запад погружался в барбарство и тьму Византия со своей стороны все очевиднее поворачивалась к нему спиной центр ее интересов перемещался на восток и с 5 века уже ясно чувствуется начинающаяся ориентация империи в культуре психологии искусств и придворном ритуале за границами империи в Грузии Армении Персии рождались новые христианские церкви византийская миссия развивалась на востоке и характерно например что разрыв с Римом в 484 году в Византии никого особенно не взволновал церковь увы подчинялась истории а история все более углубляла пропасть между двумя половинами некогда единой вселенной но этой истории распада как раз и не признавал Юстиниан все в его сознании в его жизни и в поступках было подчинено римской идеей во всем ее универсализме он принял власть в критический момент с начала века все усилило с давлением на Византию возрождающейся Персидской империи жизненные интересы как хорошо показали события следующего века требовали сосредоточения всех сил на востоке но Юстиниан отступился от Персов и бросил свое войско под командой Велизария на запад в 534 году у вандалов отнята Африка в следующем византийцы занимают Пицилию и 10 декабря в 536 года Велизарий вступает в Рим оставленный Озгодским королем мечта стала действительностью в 559 году ее завершило восстановление римского владычества в Испании Умирая Юстиниан верил что древнее единство империи восстановлено От внешней реставрации Юстиниан не отделял реставрации внутренней Первые же годы его царствования отмечены колоссальной систематизацией римского права прославленной под именем кодекса Юстиниана 529 год и Пандекта 533 год Слава этой не преувеличена Вот Юстиниана сохранил наследие римского права сделал его фундаментом нового мира родившегося из распада империи утвердил нашу историческую преемственность юридической работе соответствовала наконец глубокая административная и финансовая реформа империя снова обрела свою твердую государственную форму все это делает Юстиниана последним великим римским императором но значение его в истории особенно же в истории церкви нельзя понять не увидев в нем также и первого идеолога христианской империи подведшего итоги Константинопольскому союзу при нем совершается первый синтез христианского византизма а этим синтезом определяется в свою очередь весь дальнейший путь восточного православия Юстиниан никогда не отделяет римской государственной традиции от христианства он осознает себя до конца и вполне римским императором и столь же органически императором христианским источник всей этой теории здесь в этом самоочевидном для него совершенно неразделимом единстве империи и христианской религии но здесь же и причина двусмысленности и надо открыто сказать внутренней лжи этой теории с одной стороны она показывает что под влиянием христианства несомненно изменилось самосознание империи Юстиниан всегда ощущает себя слугом слугой Божиим исполнителем его воли империю же орудием божественного плана в мире империя окончательно поставила себя под знак креста ее дело ограждать и распространять христианство среди людей поэтому никак нельзя забывать или преувеличивать интерес Юстиниана к миссионерству его помощь церковной благотворительности его щедрую материальную поддержку церкви нельзя наконец отрицать не его искренней веры не его подлинного а не только политического интереса к богословию его свод законов не случайно открывается исповеданием кафолической веры в Христа и в Пресвятую Троицу а не драгоценном а на драгоценном престоле Святой Софии символи сердце по крови империи красуются слова твоя от твоих тебе приносят Юстиниан и Сеодора в некотором смысле они действительно выражают самосознание и вдохновение императора империя отныне всецело принадлежит христианскому богу но большинство историков не видят того трагического изъяна теории Юстиниана который между тем объясняет все срывы его религиозной политики и по-своему даже оправдывает их часть историков враждебной Византии в целом считает его теоретиком цезаропатизма то есть подчинение церкви государству и в этом цезаропатизме усматривает источник всех зол в истории православного Востока другая напротив утверждает в Устиниане творца симфонии то есть истинно православной теории о соотношении церкви и государства о грехе и насилии его царствования толкует как неизбежные на земле отступления от правил между тем роковой характер и Юстиниановой теории состоит в том что в ней вообще нет места церкви что ставя христианство искренне и по-своему глубоко в основу всего государственного делания великий император не увидел церкви и поэтому все свое понимание христианского мира вывел из ложных предпосылок спешим оговориться слово церковь встречается у Юстиниана бесчисленное число раз миссию благочестивого царя он сам определяет как сохранение в чистоте веры христианской защиту от всякого беспокойства святой апостольской и кафолической церкви но весь вопрос в том какая реальность стоит за этим словом мы знаем что в сознании христиан с самого начала церковь была новым обществом новым народом божиим созидаемым через таинственное новое рождение водой и духом это рождение давало христианской жизни новое измерение оно вводило ее царство не от мира сего причащало еще сокровенной от мира жизни будущего века так что оставаясь в этом мире христианин через церковь становился гражданином и другого мира вы умерли и ваша жизнь скрыта со Христом в Боге поэтому ни одним гонением или отвержением отделена была церковью от мира ни с водимостью самой ее сокровенной сущности ни к чему земному еще в четвертом веке граница между церковью и миром была ясной далеко не все уверовавшие принимали крещение столь сильно сознание перелома связанного с этим таинством так святой Василий Великий принял крещение уже взрослым а святой Иоанн Златоуст обличал тех кто временил креститься откладываем момент расставания с приятной жизнью но уже в пятом веке эта внешняя граница начинает постепенно стираться христианское общество все больше совпадает с изантийским обществом вообще и все же в учении сознания церкви принцип остается незыблемым церковь есть отличная от естественного общества не от мира сего и если по существу вникнуть в теперешний текст литургии она и сейчас останется закрытым собранием одних верных а не публичной службы на которой всякий вошедший может постоять поэтому совпадение границ сакраментального общества верных с границами общества естественного поскольку оно есть неизбежный результат принятия христианства всей империи само по себе ни в чем не нарушает исконного учения церкви о самой себе не послана ли она ко всем людям меняются несколько ее метод проповеди и воздействия на людей развивается становится более торжественным ее богослужение церковь шире охватывает человеческую жизнь но по существу она остается тем чем была и чем должна быть собранием народа божьего призванного прежде всего свидетельствовать о царстве божием евхаристическая молитва до сего дня сохраняет все свое эсхатологическое устремление и каждая литургия провозглашает конечную неотмирность церкви принадлежность ее будущему веку но это совпадение означает что со времени христианизации империи границы между церковью и миром из внешней попросту отделяющие христиан от язычников все больше переносится вовнутрь само христианское сознание христианин принадлежит и церкви и миру но он должен сознавать онтологическое различие между ними стараясь как христианин всю свою жизнь в мире просветить светом христово учения он знает однако что последняя его ценность последнее сокровище единое на потребу не от мира сего это царство божие конечное соединение с богом совершенная радость в вечной жизни с христом и эту радость он предвосхищает церкви ее собраний когда она в преломлении хлеба смерть господня возвещает воскресенье его исповедует соединяя в каждом из своих членов с миром будучи сама его частью церковь как целая есть таинство царствия божия предвосхищение его грядущего торжества и потому она также до конца свободна и отлично от мира и мы видим что все усилия проповедников и богословов 4 и 5 веков больше всего направлены к сохранению в церковном обществе сознания именно этой двухплановости христианской жизни усилиями этими объясняется многое в усложнении литургического ритуала все более ощутимое ударение на страшном характере таинства как явление в этом мире абсолютно иной небесной несоизмеримой с ним реальности о ней наконец свидетельствует своим уходом в монашество проповедью богослужениям аскетикой церковь борется против соблазна превратить христианство в естественную религию до конца слить его с миром но здесь и скрывается самое глубокое из всех недоразумений между церковью и империей римское государство смогло сравнительно легко принять в качестве своей официальной религиозной доктрины церковной учении о Боге и Христе оно смогло оказать церкви сильную помощь в искренении язычества и в насаждении христианства оно могло наконец в той или иной мере христианизировать свои законы но оно никак не могло до конца признать церковью отличным от себя обществом не понимало ее онтологической независимости от мира этому мешал религиозный абсолютизм римского государственного самосознания и в нем самоощущение императора как представителя Бога на земле и все дело в том что обращение христианства не только не ослабило но напротив усилило это самосознание довело его до своего логического завершения говоря говоря об обращении Константина мы уже указывали что его своеобразие смысл его для будущего состояли именно в непосредственности его избрания Христом в том что он знамение як уже Павел не от человек прием уже в глазах самого Константина это ставило империю на особое место в священной истории спасения делало именно ее завершением и увенчанием того нарастание событий которые через Ветхий и Новый Завет приводят к окончательной победе Христа над миром а чем больше церковь воспадала в своем объеме с империей тем незаметнее становилась внешняя граница между ними в государственной психологии все сильнее совершалось уже полное слияние их воедино и слияние конечно под властью Богом поставленного автократа самодержится внешняя структура церкви оставалась нетронутой с уничтожением язычества императоры безоговорочно отказывались от тех священнических и жреческих функций которые они в силу все той же теократической природы государства имели в древнем Риме сакраментальная учительная пастырская власть иерархии ни в чем не была ограничена а напротив окружена небывалым почетом и привилегиями иерархия одна хотя бы теоретически продолжала быть полномочной выразительницей церковной веры и государство признавало себя обязанным хранить распространять и подтверждать учения церкви установленные соборами но ведь это то как раз и характерно и этого большей части не замечают историки что сама проблема отношений церкви и государства византии почти незаметно почти бессознательно была заменена проблемой отношений между светской властью иерархией в имперском сознании церковь слилась с миром но потому что этот мир христианский он имеет как бы два восполняющих один другой источника своего бытия устройства и благополучия царя и священника византийской письменности постепенно классическим становится уподобление отношений церкви и государства отношений души и тела иными словами государство мыслится как тело живущее благодаря наличию в нем души церкви но нужно увидеть и радикальное отличие этой схемы от учений ранней церкви от которого она на деле никогда не отказывалась ибо это значило бы отказаться от самой себя ранняя церковь сама себе себя ощущает телом живым организмом новым народом до конца не сводимым ни к одному народу и никакому естественному обществу и только внутри этого организма и только по отношению к нему имеет смысл служение иерархии цель которой осуществлять это единство преображать церковь в образ самого Христа теоретически все люди в мире призваны и могут стать членами этого тела но и тогда мир не становится церковью потому что в ней и через нее люди приобщаются иному миру иной жизни той которая в славе явится только после конца этого мира но в официальной византийской доктрине само государство уподобляется телу совсем не в этой раннехристианском смысле не потому также что де-факто все подданные империи стали членами церкви на деле оно целиком исходит из неопределенных языческих предпосылок по которым само государство мыслится как единственное богом установленное всю жизнь человека объемлющее общество видимым представителем бога в нем исполнителем его воли и распорядителем его достояния является император на его обязанности забота одинаково о религиозном и материальном благополучии всех подданных и власть его не только от бога но и божественно по своей природе единственное отличие этой схемы от языческой теократии в том что истинного бога и истинную религию империя обрела в христианстве кристос же свою власть прощать целить освящать учить оставил священникам поэтому они должны быть окружены в государстве особым почетом ибо от них от их молитв и таинств зависит отныне благополучие империи в ранне византийском государственном сознании церковь это иерархия догматы богослужения храм и все это действительно душа мира душа империи но из этого сознания выпадает церковь тело церковь общество оно заменено или подменено государством и поэтому нет большей проблемы церкви и государства а есть только вопрос о соотношении двух властей светской и духовной в самом государстве на этот вопрос и отвечает Юстиниан в своем законодательстве и в своей религиозной политике отсюда значение его царствования в истории церкви этот ответ в истории известен как идея симфонии лучше всего выраженной Юстинианом в его знаменитой шестой новелле есть два величайших блага пишет он дары милости всевышнего людям священство и царство каждый из этих благ дарованных людям установлено богом имеет свое собственное назначение но исходя из одного и того же начала оно и проявляется в единении совместной деятельности священство ведает делами божественными небесными царство человеческими земными но в то же время царство всемерно печется о хранении церковных догматов и чести священства а священство вместе с царством направляет всю общественную жизнь по путям угодным богу доктрина явлений в мире церкви как общество как видимой организации что в ней открывалась ограниченность государства развенчивался навсегда его абсолютизм какая бы то ни была сакрализация его природы а она то ведь и составляла сущность античного государства церковь открывает миру что есть только две абсолютных вечных и священных ценности бог и человек все же остальное в том числе и государство во первых ограничено по самой своей природе по принадлежности до конца только миру сему а во вторых является благом лишь в ту меру в какую служит божьему замыслу о человеке потому просветление государства состоит прежде всего в осознании им своей ограниченности в отказе рассматривают себя как абсолютную ценность и за это просветление боролись христиане в эпоху гонений когда отвергали право государства подчинять себе всего человека отсюда постулатом христианского мира является не слияние церкви с государством а как раз напротив их различия ибо христианское государство только в ту меру и христианское в какую оно не претендует быть всем для человека определять всю его жизнь но дает ему возможность быть членом и другого общества другой реальности иной по отношению государства хотя и не враждебно ему между тем исторически в этом вся драма византизма этой переоценки не совершилась ни при Константине ни после него теория Юстиниана укоренена в теократическом сознании языческой империи для которого государство есть священная и абсолютная форма мира его смысл и оправдание и потому нельзя говорить о подчинении церкви государству что для подчинения нужны два различных субъекта между тем в теократическом понимании нет и не может быть ничего не относящегося к государству и религия есть по существу государственная функция больше того это высшая функция в некотором смысле подчиняющая себе все остальные в государственной жизни но только потому что само государство религиозно по своей природе есть божественная форма человеческого общества государство подчинено религии но сама религия объектом своего оформления имеет государство и в этом смысле подчинена ему как той после ней ценности ради которой существует благосостояние церкви есть крепость империи в этих словах Юстиниана ключ ко всей его теории он принимает целиком различия царской власти от духовной в этой последней он видит носительницу той истины согласия с которой составляет первый долг государства он принимает что царство и священство имеют разные назначения но все это и различия и истины и разные назначения все внутренне существует для блага и крепости и благосостояния империи как последней и абсолютной ценности и характерно что даже любовь Юстиниана к монашеству он основал десятки монастырей по всей империи как будто отвергающему одним фактом своего существования этот религиозный абсолютизм империи именно его имеет своим источником если эти непрочные руки эти священные души будут молиться за империю ее войско будет сильным благосостояние государства большим хлебородия и торговля более цветущим благодаря несомненному благоволению бога даже те кто единственной своей целью ставит свидетельство о том что проходит образ мира сего и пользоваться им можно уже только как бы не пользуясь и те оказываются включенными в это древнее утилитарное понимание религии становятся в глазах императора источником материального даже духовного благосостояния империи в синтезе Юстиниана церковь как бы растворяется из государственной психологии окончательно исчезает сознание ее коренной иноприродности миру и царства первая глава в истории христианского мира завершается победным возвратом ее языческого абсолютизма лучше всего скрывает это судьбы самой церкви при Юстиниане с первых же лет своего царствования император показал что религиозное единство империи он разумеет столь же сам очевидным и естественным как единство государственное строгие меры обрушились на всевозможные еретические секты остатки древних разделений споров еще определение решил Юстиниан разделаться с язычеством и с его цитаделью африканским университетом только что овеянным славой последнего из больших языческих философов прокла в 529 году университет был закрыт и заменен первым христианским университетом в Константинополе в столице и в Малой Азии началась кампания массового обращения немногие оставшиеся язычники должны были окончательно уйти в подполье мы видели что с 484 года римская церковь прервала общение с Константинополем из-за промонофизич физицкой политики императора Анастасия и высшего духовенства но народ в Константинополе оставался верен холкидону и памяти двух пострадавших за него патриархов Евтимия и Македония Юстиниан будучи еще только наследником при императоре Юстини первым начал свою религиозную политику с торжественного примирения с Римом причем ценой этого примирения было подписание патриархам и епископами столь ярко попискал по своему содержанию документа составленного папой Гарминдой какого еще никогда не видала Восточная Церковь православные патриархи Евтимии и Македонии сами жертвы монофизитства уже прославленные как святые в Константинополе должны были быть осуждены своей же церкви только потому что они правили ей в год когда между Римом и Константинополем было прервано общение Юстиниану по что бы то ни стало нужен был мир с Римом уже в тот момент его уме созревал план восстановления древней империи на Западе а не нужно забывать что в том хаосе который царствовал там единственной связью с Византией и с римской традицией оставалось папство авторитет его был непоколебен даже у германских варваров несмотря на официальную принадлежность их к арианству через Ульфилду Готского крестившего их в четвертом веке в момент торжества арианства нельзя забывать что в эти века распада и разрушения папства оставалось несмотря на все огорчения верным империей только иконоборческое помрачение Византии в восьмом веке оторвет наконец пап от этой верности заставит их искать новых защитников среди тех самых варвар для которых в течение столетий оно оставалось не только центром религиозным но и носителем великой римской традиции им в конечном итоге передает передаст оно эту традицию семя западной христианатас великого христианского средневековья Юстиниан оставил ставил на папство для восстановления своей власти на западе папство же было непоколебимо в своей верности папе Льву и Халкидонскому собору но на востоке положение которое застал он при своем воцарении было диаметрально противоположным в Египте церковь принадлежала безраздельно монофизитам в других провинциях сидели сторонники антикона то есть полумонофизиты антиохийскую церковь возглавлял мозг всего монофизитского богословия сизир Юстиниан и Юстин начали с попытки насильственного возвращения имперского епископата к халкидонской вере но новые епископы назначенные посвященные Константинополе должны были занимать свои кафедры с помощью полиции толпа бушевала приходилось выселять целые монастыри повсюду раздавались проклятия минодитом только Палестина в целом была православной за исключением незначительного меньшинства но в Сирии в Эдессе на окраинах Малой Азии халкидонская иерархия насаждалась силой Египет же вообще не посмели тронуть туда и скрылся север антиохийский и другие монофизитские вожди но вскоре Юстиниан отказался от политики силы чтобы в свою очередь начать политику компромисса обычно перемену эту приписывают влияние его жены Феодоры тайной монофизитки неизменно оказывавшей помощь гонимым вождям ереси другие историки говорят о своеобразном разделении сфер между мужем и женой поддержка Юстинианам православия а Феодорой монофизитства были будто бы политическим маневром сохранявшим единство империи позволявшим обоим течением операций царскую власть так или иначе но Юстиниан не мог не понимать всего грозного значения это религиозного разделения за которым все яснее вырисовывался сепаратизм древних национализмов в 531 гг. в 531 он резко меняет курс изгнанным монахам позволено вернуться в свои монастыри огромное количество их поселяется рядом с дворцом самого императора где в течение десятилетий они будут составлять центр тайных монофизитских интриг вокруг Феодора но император все еще надеется на богословский сговор В 533 году он устраивает трехдневный диспут с участием 12 богословов, по шести с каждой стороны. Несмотря на мирный тон и высокий богословский уровень спора, диспут кончается ничем. Вскоре после этого Феодора даже удается провести в Константинопольские патриархи некого Анфима, почти открытого монофизита. Встреча с Севиром Антиохийским, которую император удалось выманить из Египта тоже для богословских диспутов, завершает его обращение. Но в это время в Константинополе появляется сам римский папа Агапит. Ересь патриарха скрывается, он исчезает, и на его место рукой папы возводится православный Нина. Юстиниан снова меняет курс. Эдиктом 536 года монофизитство еще раз торжественно осуждено. Книги Северо-Антиохийского изъяты из обращения. Вход в столицу запрещен еретикам. Он решается даже на более решительный шаг. После стольких лет почти официального признания монофизитской иерархии в Египте, туда посылается теперь православный епископ с неограниченными полномочиями. Во всей стране снова прокатывается волна террора. Но как раз в этот момент и происходит непоправимое. Возникновение параллельной монофизитской иерархии, которая окончательно и бесповоротно превратит в разделение то, что доселе все еще могло считаться богословским расхождением. С помощью все той же Теодоры, некий епископ Иоанн, сосланный за ересь, под предлогом лечения добивается с ее перевода в столицу. Здесь, скрываемый от полиции императрицей, он у себя на дому начинает рукополагать священников. Ему удастся затем с этой же целью тайно обойти почти всю Малую Азию. Немного позднее другой тайный епископ Яков Бородай, оборванец, под видом нищего проходит по Сирии. На этот раз с помощью двух сосланных египетских епископов он рукополагает уже и епископов. Эти последние вскоре избирает своего монофизитского патриарха. Начало Яковицкой от имени Якова Бородая в церкви положено. Она существует и сейчас. Копты и сирийцы получили свою национальную церковь. Первое разделение церкви совершилось. Отныне ни Ястиниан, ни его преемники уже ни разу не отступятся от Халкидона. Империя навсегда соединяет свою судьбу с православием. Но не трагично ли, что одной из главных причин отвержения православия почти всем негреческим народным Востоком оказалась ненависть к его империи. Через сто лет сирийцы и копты, как избавители, будут встречать мусульманских завоевателей. Это расплата церкви за внутреннюю дуусмысленность Константинопольского союза. Но настоящую меру своего абсолютизма явил Ястиниан смутной и длинной историей Пятого Вселенского Собора. Внешние причины, приведшие к нему, могут показаться случайными и нелегко сразу уразуметь внутреннюю закономерность его в постепенной кристаллизации православной догмы. Ту закономерность, которая, несмотря на печальное историческое обличие, все же в церковном сознании сохранила за этим собором вселенский авторитет. Дело началось с нового спора о богословии Оригена. Несмотря на огромное влияние, оказанное великим Александрийским дидаксалом, некоторые пункты его учения очень рано начали вызывать сомнения. Уже в конце III века Мефодий Олимпийский писал против его учения о предсуществовании душ и о природе воскресших тел. Через сто лет в конце IV века известный обличитель Ереси Епифаний Кипрский видел в Оригене источник арианского подчинения сына отцу. Против Оригена тогда же писал блаженный Иероним. И, наконец, в 400 году собор в Александрии под председательством Сеосила Александрийского торжественно судил заблуждение оригенизма. Ориген, мы уже говорили, это был, был первым, попытавшимся осуществить синтез христианства и эллинизма. Но в этом синтезе роковым образом эллинизм искажал христианство, и поэтому борьба против Оригена являлась собой один из аспектов того критического, трудного воцерковления эллинизма, в котором мы уже указывали исторический смысл в патриотической эпохе. Церковь переваривала Оригена, отбрасывая то, что в его учении оказывалось несовместимым с ее верой, усовершенствуя то, что оказывалось ценным и полезным. Но во вселенском масштабе вопрос об Оригене не вставал, и преодоление оригенизма совершалось прежде всего в самых богословских спорах, о троиц, о богочеловеке путем медленного оттачивания богословского языка, а в нем ясного богословского владения церковным преданием. Но поэтому и внезапно острый рецидив оригенизма в конце V века и начале VI был не случайностью. В нем скрылась вся сила и даже в самом церковном сознании непреодоленных эллинских мотивов, все продолжающиеся соблазны философской рационализации христианства. Возрождение оригенизма нужно толковать в этой связи. Прежде всего не случайно, что эти споры об Оригене, приобретающие такую остроту приистиняне, ограничены почти исключительно средой монашества. Мы видели, что монашество рождалось как путь или метод практического воплощения евангельского максимализма. Но очень рано аскетический опыт стал осмысливаться, обрастать определенной теорией. И вот в создании этой теории влияние Оригена и оказалось одним из решающих факторов. И не только одного Оригена, но и всей Александрийской традиции. С ее интересом к мистическим, духовным истолкованиям писания, с ее идеализмом гнозиса, то есть созерцания как высшего пути обожения, поэтому споры об Оригене возникают среди монахов очень рано. По преданию уже святого, святой Пахомий Великий запрещал своим последователям читать его произведения. С другой же стороны, влияние Оригена чувствуется и в жизни Антония, составленной святым Афанасием Великим. Оригеном увлекаются Василий Великий и его друзья, создатели монашества на греческой почве. И, наконец, уже несомненно, в прямой зависимости от оригенизма находятся аскетические произведения Евагрия Пантийского, получившего огромное распространение на Востоке и оказавшее сильное влияние на всю дальнейшую аскетическую письменность. Наряду с усвоением многого ценного в александрийской традиции все яснее ощущалась ее опасность. Она заключалась в спиритуализации христианства, в очень тонком, очень сокровенном развоплощении человека. Это была опасность неопределенно греческого идеализма, желание созерцанием заменить спасение. В начале VI века эти споры и сомнения об оригене, по-настоящему никогда не затихавшие среди монахов, выходят за пределы пустыни, привлекают к себе внимание более широких церковных кругов. В 531 году совсем уже старый основатель знаменитой палестинской лавры святой Савва отправился в Константинополь, чтобы добиться от правительства помощи Палестины, разоренной бунтом самарян. С ним направился туда монах Леонтий, один из главных защитников богословия оригена в Лавре. В Константинополе Савва принял участие в спорах с монофизитами. Оригенизм Леонтий обнаружился и Савве. Пришлось отстраниться от него. Вскоре за ним попал в Константинополь другой убежденный оригенист. Федор Аскида. Он так сблизился со Сьюстинианом, что тот назначил его на одну из важнейших кафедр с Кесарию Каппадокийскую. Имея такого покровителя при дворе, оригенисты повсюду подняли голову. Но в это время в Палестину по другим делам прибыла церковная делегация из Константинополя, в которой находился ученый римский диакон Пелагий, представитель или апокристиарий Папы на Востоке. Он не мог не обратить внимания на споры среди монахов вокруг имени Оригена. На Западе Оригена давно уже считали еретиком, и Пелагий поднял шум. По его настоянию патриарх Ефрем Антиохийский торжественно осудил оригенизм. Волнения, вызванные этим осуждением, дошли наконец до Константинополя. Несмотря на все усилия Феодоры, Аксиды, император, рассмотрев все дело, в 543 году издал в виде эдикта длинное и мотивированное осуждение оригенизма, вернее тех его частей, которые очевидно шли в развес с учением церкви. Все пять патриархов безоговорочно подписали это осуждение, и только среди палестинского монашества споры продолжались. Несмотря на необычность богословского определения государственным эдиктом, против этого никто, кажется, не протестовал, был уже преодолен церковным сознанием. Но осуждение оригена парадоксальным образом оказалось причиной уже гораздо более важных событий. Феодор Аскида, хотя и подписавший эдикт против оригена, не прощал Пелаге и его вмешательства в эти споры, приведшие к осуждению его любимого учителя. Он внушил Юстиниану идею осудить вслед за оригеном трех главных антиохийских богословов, так или иначе связанных с нестарианством, Феодора Монсуэцкого, Феодорита Кирского и Иву Эдесского. Острота вопроса была в том, что все эти три учителя были оправданы Халкидонским собором от обвинения александрийцев и умерли в мире с церковью. Халкидонский же собор с богословской точки зрения был победой Папы Льва Великого, а в его лице всего Запада. Обрушиваясь на три главы, так скоро стали называть трех осужденных учителей, смешав их самих с тремя главами императорского эдикта против них. Феодор тем самым оскорблял Запад. Нам не совсем ясны замыслы этого темного интригана. Хотел ли он разрыва с Римом, чтобы добиться реванша оригенизма, искал ли усилия собственного положения? Так или иначе? Но в том самом богословском кружке, в котором приготовлен был эдикт против эрегена около 544 года, был составлен новый документ, снова в форме императорского эдикта, торжественно осудивший Феодора Мансуэцкого и те произведения Феодора Кирского и Ива Эдесского, в которых они полемизировали с Кириллом Александрийским. Императору эта идея нравилась, так как в момент усилившейся административной борьбы с монофизитами эдикт мог послужить для них лишним доказательством отвержения неистория православными, мог бы привести их к православию. Но если осуждение оригена не вызвало никакого сопротивления, эдикт 544 года поднял целую бурю. Папский представитель Стефан, сменивший Пелагия, наотрез отказался подписать его. Четыре восточных патриарха подписали под угрозой неизложений ссылки, и то с оговоркой «Если римские папы не подпишут, то и они свои подписи возьмут обратно». Но император решил добиться своего. Он знал, что Запад, предоставленный сам себе, не пойдет на осуждение тех, кого признал и оправдал Халкидонский собор. И вот папа Вергилий был схвачен во время богослужения и посажен на корабль в Сицилии. Он встретился с миланским архиепископом Диатием и с представителем африканских церквей. Все были настроены крайне отрицательно к эдикту, видя в нем открытые попрания Халкидона. Только в 547 году добрался он до Константинополя, где был встречен с подобающей торжественностью. Император отвел ему дворец Плакиды. Теперь началась длинная трагедия, обойти которую молчанием невозможно, даже если в ней в конечном итоге и раскрылся положительный смысл. Вегилий занял сначала резкую позицию и отказал в общении патриарху и всем подписавшим эдикт против трех глав. Тогда Юстиниан начал его богословскую обработку. Надо сказать, что аргументы византийских богословов были по существу правильными. Федор Монсуэцкий, мы уже говорили, был несомненным отцом Несторианства, в большей мере, чем его ученик Несторий. С другой стороны, если церковь признавала православие Кирилла, крайне резкие, явно несправедливые выпады против него Феодориты и Ивы несомненно подпали под осуждение. Папа ссылался на оправдание их на Халкидонском соборе, но Халкидонский собор отвечали ему, оправдал их на основании отвержения именно История и не входил в обсуждение богословских писаний. В конце концов, папа сдался и присоединился к осуждению трех глав. Но теперь буря поднялась на западе, где в папе Вигилий увидел отступника и предателя Халкидона. Известный африканский богослов Факунд Гермианский выпустил книгу в защиту трех глав, которая произвела сенсацию. Собор за собором высказывался против осуждения, а в Африке дошли до того, что торжественно предлили церковному отлучению самого папу. Юстинян понял, что подпись папы в данном случае ничего не решала. Испуганный Вигилий умолял его пересмотреть все дело и для этого собрать Вселенский собор. И император, взяв с папы письменное обещание, что он будет за осуждение трех глав, приказал готовиться к собору. Все совершенное до сели было официально аннулировано. Подготовку собора Юстинян понимал по-своему. В Африке, например, где сопротивление Эдикту было особенно сильным по приказу императора, были арестованы главные епископы, включая карфагенского архиепископа и заменены другими. И все же исход собора представлялся неясным. Император решил видоизменить первоначальный план. Вместо того, чтобы рассматривать дело заново, как он обещал Вигилию, гораздо проще было потребовать от собранных епископов подписи под уже готовым документом. Был издан новый Эдикт с подробной богословской аргументацией и разослан по всем церквам. Александрийского патриарха, отказавшегося принять его, немедленно сослали и заменили новым. Вигилия отказался признать этот Эдикт, нарушавший данное ему императором слово. Юстинян начал сердиться и, чувствуя опасность, Вигилия вместе с Датием Миланским решили искать защиту в неприкосновенном убежище в храме Святого Петра во дворце Гармизды. Тут разыгралась безобразная сцена. По приказу императора в храм ворвалась полиция, чтобы арестовать папу. Он сопротивлялся с такой энергией, что колонны над алтарем рухнули и чуть не раздавили его. Собравшаяся толпа начинала бурно выражать свое негодование и полиции пришлось уйти ни с чем. Снова начались угрозы, клевета, мелкие, но ежечасные оскорбления и унижения. Дворец Палакиды превратился постепенно в тюрьму. Так прошло несколько лет, в течение которых вокруг папы быстро образовывалась пастота. Датей Миланский умер, кружок западных критиков таял, и все же папа как будто добился своего отказа императора от эдиктов свободного решения вопроса. После бесконечных перипетий собор открылся, наконец, в Константинополе 5 мая 553 года. Он начался с торжественного осуждения оригенизма, все еще продолжавшего волновать Палестину. Папа же сообщил, что не присутствуя на соборе лично, он пришлет свое мнение по вопросу о трех главах письменно. Этот длинный, подробно мотивированный документ открывается безоговорочного осуждения богословия Феодорита Сунсуэтского. Что касается его самого, папа ссылается на древнюю практику церкви. Не судить умерших в мире с нею, предоставляя это суду Христову. Осудить же Феодорита и Иву, защищенных Халкидонским собором, папа отказывался. Но этот документ не дошел до епископов. Юстиниан вместо этого предоставил собору письменное осуждение вигилием трех глав, которые тот вручил императору в самом начале спора. Уличенный в противоречии, папа был исключен из диптихов, то есть его имя и изъято из вспоминания на литургии. 2 июня собор закончил осуждение трех глав, подписав 14 анафематизмов. Как мы уже говорили, по существу никто не защищал документов, о которых шла речь. Поэтому Восточная Церковь безболезненно, как нечто самоочевидное, приняла и постановление Вселенского собора. В конце концов подписал и Вигилий. Но ему не суждено было вернуться в Рим. Он скончался в Сиракузах в 555 году. На Западе собор принимали с трудом. Главную роль в этом принятии сыграл преемник Вигилии Пелагий, тот самый, который был в течение многих лет одним из главных противников осуждения трех глав. Но долгое пребывание в Константинополе многому научило его. Научило, может быть, больше всего за исторической оболочкой вникать в суть вещей, отделять временное от вечного. Временное – это позор насилия, в котором раскрывается, как разумел Юстиниан под симфонией и как ее осуществлял. Это угодливость слишком многих епископов, которые насилие сделают почти законной формой императорского управления церковью. Это легкость отлучений, проклятий, разрывов на поверхности церковной жизни. Вечное – это тот смысл, который, несмотря на все это, открывается во внешне почти случайных или даже навязанных свыше спорах. Смысл же этот в том, что, возвращаясь как будто к уже решенным вопросам, внешне копаясь в прошлом отцы собора на деле подводили итоги Халкидону и, больше того, в первый раз освобождали Халкидонское решение от возможных перетолкований, вставляли его в его подлинно православную богословскую перспективу. Не случайно собор осудил одновременно и Оригена, и самых крайних представителей антиохийской школы. Это был суд церкви уже не только над ересью, но и над своим собственным прошлом. В нем до конца скрывалась ограниченность и моментные недостатки обоих течений, их односторонность уже внутри самого православия. Сами по себе ни антиохии, ни Александрии не смогли дать целостного кафолического описания церковной веры. Халкидон был формулой синтеза, но одна формула недостаточно. Ее нужно было раскрыть в соответствующих понятиях, согласие с ней построить весь строй мысли, всю терминологию. Вот эта работа и совершалась в глубине церковного сознания. Юстиниан действовал грубо, и многое в истории его царствия навсегда омрачено этой грубостью и насилием. Но темы самих самих споров, но дух решений Есениана и Аскида брали-то ведь низ головы, и те решения, которые они навязывали епископу, были не их решения. Церкви действительно спорили о восточных отцах, их писания действительно находились в остром противоречии с халкидонским преданием. Также и спор об Оригене был действительно спором о немнимом навязанном церкви Есенианам. Ничто и никогда не может оправдать методов Есениана, и в них раскрывается вся ложь, вся недостаточность его теории симфонии, его понимания христианской теократии. Но эта ложь не должна мешать нам видеть и той правды, правды уже не Есениана, а самих решений и достижений той эпохи. Только эту правду и признает церковь, почитая собор 553-го года в числе своих вселенских соборов. И все будущее развитие православного богословия эту правду подтвердило. Историк поневоле схематизирует, но даже в схеме нельзя царствование Есениана свести к одному торжеству цезарепопизму и его византийской форме. Этот цезарепопизм оказывается на поверхности церковной жизни. Из-за бурлением и шумом событий иногда нелегко увидеть творческие процессы, нарастающие в глубине. Мы видим, например, монахов, бушующих на соборах и площадях городов, давящих на церковь всей своей массы. Из этого так легко сделать вывод о некультурности, фанатизме, нетерпимости. Их и делают, не идя дальше многие историки. Но вот достаточно только приоткрыть монашескую письменность этих веков, чтобы раскрылся мир умного делания, такого удивительного утончения человеческого сознания, такой глубины прозрения, святости, такого всеобъемлющего и потрясающего замысла о последнем смысле нашей жизни. Да и самого Ясиняна можно ли без остатка уложить его в его собственную схему? О чем-то совсем другом в его мечтах, в его видении. Не свидетельствует ли да ныне Святая София храм, посвященный смыслу, купол, неземным светом заливающий мир? Одно несомненное. Именно в эти десятилетия начинает обрисовываться и воплощаться христианская культура. Если церковно-государственный синтез Ясиняна очень скоро скрывает всю свою порочность, эта культура воплощенного слова, вершиной и символом, которой на все века остается Святая София, исключает всякое упрощение в оценках того сложного времени. Не следует наконец забывать еще о следующем. Историки Византии, говоря о церковно-государственных отношениях, смешивают обычное отношение государства к церкви с отношением церкви к государству, а между тем, если на практике очень трудно, конечно, провести четкое различие между ними, для понимания византизма чрезвычайно важно помнить о нем. Своеобразие тех веков в том и состоит, что тогда сталкиваясь находились в недверном равновесии, отсюда кризисы, срывы, перебои, две совершенно различных и по происхождению и по вдохновению логики. Об одном мы уже говорили «Это весь дух римского теократического абсолютизма, сохраненный и в христианской империи благодаря имперскому обращению Константина. Другая это отношение государству церкви, вытекающей из основной для христианства церкви мира, как одновременно мира сего, падшего, ограниченного, осужденного быть преодолением, преодоленном в конечном торжестве. Царство Божие и мира, которые так возлюбил Бог, что для спасения его отдал Сына Своего, миротворение Божие, Дома Человека, себе несущего отцвет небесного разума и освящаемого благодатью Христа, Но встречаются и сталкиваются две эти логики не в абстракции, а в живой действительности, со всей ее сложностью, со всем многообразием действующих в ней факторов. Больше того, они сталкиваются в самом сознании человека, раздваивают его, вносят в него напряжение, которого оно раньше не знало. Ибо, как мы уже сказали, те же люди составляют теперь и мир церковь. Теперь и мир, и церковь. Конфликт и напряжение перенесены извне вовнутрь, становятся проблемой человеческой мысли, разума, совести. И совсем уже невозможно все свести к победе государства и принятию этой победы церковью. Победа государства виднее, ощутимее. Раболепствующие епископы оставили на поверхности истории больший след, больше шумели в ней, чем христиане, которые по-настоящему, хотя и постепенно, не сразу, выявили глубину церковной оценки мира и государства. Но внимательный взор не может не увидеть этой борьбы церкви за внутреннюю свою свободу и уже в те годы внешнего триумфа империи. Император может много, но уже не может всего. Его абсолютизму изнутри положен предел, и этот предел христианская истина. Да и произвол государства большей частью связан с тем, что в самой церкви совершается кристаллизация ее опыта, ее учения, неизбежно связанные с разделениями, спорами, конфликтами. Но те, кто сегодня как будто раздавлены государством абсолютизмом, завтра прославляются как святые. И сама империя должна почтить их подвиг сопротивления, подвиг несокрушимой свободы духа. Достаточно снова напомнить имена Афанасия, Златоуста, Естимия, Македония. Как бы ни было сильно давление государства, раскрытие православия, то есть всей глубины веры и опыта церкви, можно изучать, восстанавливать, забыв об этом давлении и не принимая его внимание. Никея и Халкидон торжествуют, вопреки государству, сделавшему все, чтобы выветрить их из церковного сознания, торжествуют силы одной истины, заложенной в них. А когда Естинян перед самой смертью, еще раз отдавшись, никогда не покидавший его страсти богословствования, уже не только государственной, но и глубоко личной, попытался навязать церкви опять при помощи государственного эдикта догмат о нетленности тела Христова, субтильный вопрос, разделявший в то время монофизитов, громадное большинство епископов твердо и решительно заявили, что предпочитают ссылку к принятию ереси. Но Естинян умер, не приняв никаких мер. Да, вопрос о границах императорской власти в церкви не был поставлен в церковном сознании. Церковь с надеждой веры приняла объятие христианской империи, и, как говорил Карташов, ее тонкому организму приходилось похрустывать в этих объятиях. Мечта о священном царстве на долгие годы века стала мечтой и церкви. Величие же этого замысла неизменно заслоняло христианском сознании его опасности, ограниченность, двусмысленность. Но это был не страх, не угодничество, а вера в космическое призвание сверхцеркви, желание царства мира действительно отдать Христу. И поэтому последние свои правды, той, ради которой ты и принимала на союз с империей, церковь не предала и не отступила ни разу. Мечта Юстиниана, хотя и осуществленная на короткий срок, все-таки была мечтой. Усилие оказалось непомерным и почти сразу после смерти Юстиниана начинается распад его империи. В 568 году волна ломбардского нашествия захлестывает Италию, усиливается давление мавров в Африке, война не прекращается в Испании, византийские островки еще долго продержатся на западе, но уже невозможно говорить о западной империи. Судьба же самой Византии в 7 веке решается окончательно на востоке. В 572 года возобновляется вечная война с Персией, от которой откупился был Иссинян, чтобы развязать себе руки на западе. К 20 годам персами завоеваны часть Малой Азии, Сирии, Палестина, Египет. В 619 году персидский флот появляется перед Константинополем, вражеская армия занимает Халкидон. С севера начинается нашествие славян, которые составят одну из главных военно-политических проблем империи в следующие века. В 626 году, когда Ираклий далеко от столицы собирает силы, чтобы бороться с Персией, авары, в их империю входили славяне, окружают Константинополя и спасение от этой осады будет ощущаться византийцами как чудо. Наконец, последний взлет победоносной кампании Ираклия против персов 626-629 годы, которые доводят византийскую армию до Ктизифона, освобождает весь восток. В 630 году Ираклий торжественно возвращает взятый персами крест Христов в Иерусалиме. Но это только передышка. В этом же самом году в далекой и никому неинтересной доселе Аравии кучка фанатиков, объединенных вокруг Мугомета, завоевывает Мекку, объединяет вокруг новой религии единого Бога разделенные арабские племена и создает такой источник вдохновения веры и религиозного динамизма, который на многие века станет главным и страшным соперником христианства. Магомет умирает в 632 году, а через 10 лет империя его последователей уже включает в себя Персию, Палестину, Сирию и Египет. Когда в 641 году умирает Ираклий, последний из больших императоров еще великой империи, это последний уже окончательно потерял весь восток. Появление ислама и проводит ту черту, которая раннюю Византию все еще римскую универсальную по замыслу и самосознанию отделяет от поздней. Империя превращается в восточное государство с населением однородным, но не по крови, но по культурной традиции живущим под непрекращающимся давлением чуждым ей миров. Как раз Ираклий начинает ту государственную реформу, которая завершится в 8 веке и даст возможность Византии просуществовать еще 8 веков. Это милитаризация государства, приспособление его к новому положению, острова, окруженного со всех сторон врагами. Еще важнее психологической культурной эволюции империи в это время. Ее определили как эллинизацию Византии, вернее называть ее вторичной эллинизацией. До 7 века государственная традиция империи была традицией римской. Как не перемещался постепенно ее центр с запада на восток, а мы знаем, что уже создание Константинополя увенчивало этот процесс, начавшийся в 3 веке, сколь неочевиднее становится с каждым годом потеря запада, империя все еще продолжала быть прямой наследницей принципиата Августа, Антонинов, Диоклетиана. Правда, сам Рим в эпоху, когда создавал он свою мировую империю, был в достаточной мере эллинизирован, и в культурном отношении его апогей был апогеем и эллинистического периода мировой истории. Но римская империя осуществила здесь некий синтез. Она действительно была греко-римским миром. Это хорошо видно на примере самой истории в эпоху ее распространения в империи. Те историки, которые, конечно, конечное разделение церквей целиком выводят из противоположения восток-запад, из какого-то первичного и абсолютного дуализма между греческим и латинским церкви, не говоря уже о том, что они натурализуют христианство, просто забывают, что такого резкого дуализма невозможно вывести из фактов. Так до третьего века языком римской церкви был язык греческий. Отца своего западного богословия, блаженного Августина, попросту невозможно понять, если забыть о его укорененности в греческой философии. И, наконец, богословий восточных отцов, Афанасия, Каппадокийца, Кирилла, на западе точно так же воспринимается и усваивается как свое, как и богословие Льва Великого на Востоке. В более же широком плане, если латинская светская литература и римское искусство родились под влиянием Эллады, то еще свод Юстиниана был написан на латинском языке, и латинский же язык был официальным языком византийской канцелярии. Единство римского мира было нарушено не внутренним разделением между Востоком и Западом, а внешней катастрофой, переселением народов, затопивших западную часть империи и оторвавшие ее от Восточной. Но этот разрыв сначала был более политический и экономический, действительно привел уже к очевидному, хотя и постепенному обособлению каждого мира, превращении его из половины в замкнутое целое, свою традицию, свое развитие, все более склонное воспринимать в отрыве от первоначального римского универсализма. Тогда и наступила эта вторичная эллинизация Византии, начало того процесса, который к концу окончательно превратит ее в исключительно греческий мир. Ее можно проследить в VII веке в изменении официальной государственной терминологии, в которой греческие слова заменяют собой латинские, в появлении греческих надписей на монетах, в переходе законодательства с латинского на греческий. Если византийцы до самого падения империи будут называть себя официально римлянами, ромеи, это слово будет иметь уже совсем новое значение. Но если все-таки отрыв от запада никогда не будет полным, окончательным, то торжество ислама уже навсегда определит границы византизма на востоке. Все негреческое или недостаточно огреченное фактически выпадет отныне из византийской орбиты, противополагается ей как чуждое и враждебное. В истории православия эта эволюция Византии имеет огромное значение. Она означает прежде всего превращение православия, историческое становление которого составляет, как мы видели, смысл эпохи Вселенских Соборов, своего рода национальную религию ограниченного политически-государственно- и культурно- мира. Этот национальный характер византийского национализма, который возникает много позднее. О нем будет еще говорить дальше. Он означает только несомненное сужение исторического горизонта Церкви, сужение самого православного самосознания. Не говоря уже о подлинном вселенском размахе мысли, например, Иринея Леонского, его радости об единстве церквей по всей Вселенной, осознании вселенской связанности всех церквей, которая с такой силой проявляется в писаниях II и III веков у Киприяна, у Фермеляна Кесарийского, у Дионисии Александрийского. В Риме, конечно, там вселенский интерес, хотя и в новой форме никогда до конца не угаснет, можно указать на положение в IV веке. Это время, когда союз с империей как будто стимулирует церковное сознание, видящее в нем начало уже действительно всемирного торжества христианства. Достаточно вспомнить богатые побеги сирийской христианской письменности, назвать имена Иакова, Афраата, преподобного Ефрема Сирина, позднее преподобного Исаака Сирина, указать на возможности копского христианского, отказавшегося роковым образом отрезанным от православия монофизитского, на миссии к абиссинцам, к готам, к арабам, даже в самом различии тенденций или школ, в различии психологического лица между Антиохией, Александрией, Эдессой, трагически ликвидированных христологической смутой, были заложены в возможности дальнейшего развития совместного обогащения кафолической традиции церкви. Это особенно ясно видно из множества восточных и египетских литургических чинов, дошедших до нас от той эпохи, когда еще не совершилась полная униформация богослужения по византийскому образцу. Благодаря своей победе над империей, церковь действительно начинала воплощать себя в разных культурных традициях, тем самым выцерковлял и в самих и в себе объединяя мир. Это ни в коей мере не означало конечно какого-нибудь абсолютного плюрализма традиций. И сирийские и копские богословы остаются в рамках все того же христианского эллинизма, который от Нового Завета стал как бы исторической плоти самого христианства. Но это означало возможность обогащения самого этого эллинизма, подобно тому, каким позднее оказалась прививка к нему славянской стихии и прорастание его в русском, в русское православие и русскую культуру. Экспансия ислама отрезала все эти пути. Но важно помнить, что еще до этого начался психологический распад вселенскости. и уже христианской смуте Восток оторвался от византийского православия, предпочтя исторические и богословские тупики монофизитства и нестарианства рабству православной империи. С этой точки зрения саму победу ислама нужно поставить связь с тем религиозно-политическим кризисом, которым мы старались показать первый глубокий кризис христианского мира, перелом на историческом пути православия. Поэтому в государственно-политическом плане последняя императорская попытка восстановить религиозное единство империи, то есть вернуть монофизитов в лоно-православной церкви, оказывается запоздалой и бесполезной. Это монофизитство или спор о воле Христа, который поднял император Ираклий и который оказался источником новых смут, новых насилий, в конце концов привел к новой победе православия, к завершительному шагу в христологической диалекте. Потому что хотя и вызванный к бытию по политическим соображениям, спор по существу казался все того же осмысления халкидонского догмата, то есть бога человечества Христова. Больше, чем когда-либо может казаться, что тогда спорили о словах и формулах, но опять приходится убедиться в том, что за словами раскрывалось различие восприятие Христа. Многим православным казалось, что расхождение между ними и умеренными монофизитами, последователями Сиера Антиохийского, лишь кажущиеся. Монофизиты отвергали халкидон потому, что им все казалось, что в халкидонских двух природах разделяется Христос, отрицается единство его личности, подвига, жертвы. Монофилистство и было попыткой истолковать халкидон в приемлемой для монофизитов форме. Уже не отказ от него, как в предыдущих компромиссах, а именно объяснение и приспособление. Из области метафизической вопрос переносился в область психологическую. В Христе две природы, но одно действие, одна воля, иными словами экзистенциально, две природы ни в чем не выражены и спасено единство, ради которого отделяются монофизиты. Все предшествующие попытки преодоления монофизитства отличались крайней механичности, пишет профессор Болотов. Все они направлены к тому, чтобы заманить монофизитов в лоно православие. Все они были сочинены по одному способу, который заключался в том, что действительную разность воззрения с той и другой стороны скрывали. Значение же монофизитства в том, что эта попытка обещала быть немеханической. Его сторонники не скрывали смысла православного учения, а хотели действительно разъяснить его, показать, что в халкидонском учении нет таких двух природ, которые равносильно двум ипостатям, то есть двум личностям. По всей вероятности, инициатором этого учения был константинопольский патриарх Сердий. Он и подсказал императору Ираклию как возможную базу для религиозного объединения с монофизитами именно в тот момент, когда Ираклий мобилизовал все силы империи для освобождения восточных провинций от персов. В 622 году в Карине Эрзерум император встретился с главой монофизитов Севериан Павлом Одноглазым. И здесь в богословской беседе впервые употребил выражение «одно действие». Отсюда первая стадия спора называется «моноэнергизмом». Подчеркнем, что инициативы у богословского решения снова брал на себя император. Начальные уроки прошлого не могли исклить коренного греха римской теократии. После этого первого нащупывания почвы события стали нарастать и кончились тем, что в 632 году была подписана уния в виде девяти анафемастизмов. Этот документ был закреплен государственным указом. На деле успех оказался мнимым. Его не приняли ни монофизиты, ни православные. Хотя один из главных участников этой униональной попытки Кир Александрийский писал «ликует Александрии весь Египет». Признали его только верхи. Большинство коптов не последовало за сговорчивыми иерархами. И то же самое произошло и в Армении. главном объекте Ираклия в виде ее стратегического положения между двумя империями Византийской и Персидской. Но так как внешний успех все-таки был, унияльный документ остался официальной доктриной империи, ее стал проводить в церкви Патриарх Сергий. Но тут начала сказываться реакция с православной стороны. Исторический путь православия Кассета 2 Протеерей Александр Шмеман Но тут начала сказываться реакция с православной стороны. Униональный акт был составлен в крайне осторожных выражениях. Все же это был очевидный компромисс. Защитники соглашения наставили на том, что они не расходятся со свитком Льва Великого, что они повторяют его веру. И все-таки единое действие означало много больше, чем только единое лицо. Погрешность была в том, что Богодвижность, то есть всецелое подчинение человеческой природы во Христе, божественной. Так что Бог источник всех человеческих действий Христа. Монофилит и след за северианами понимали, как пассивность человеческого. Действия божества в человечестве Христа они сравнивали с действием души в человеческом теле. Эта привычная аналогия в данном случае становилась опасной, ибо она не оттеняла самого важного свободы человеческого в самой его Богоподвижности, тогда как тело именно и не свободна в своем подчинении душе. Человеческое они представляли себе слишком натуралистически. Своеобразие человеческого не оттенялось с достаточной силой именно потому, что его не чувствовали. Монофилиты опасались признавать естественную жизнеспособность человечества во Христе, смешивая ее с независимостью, а потому человеческое оказывалось для них неизбежно пассивным. Короче говоря, монофилитство снова, хотя и очень тонко, урезало полноту человечества Христа. Человека Христа лишало того, без чего человек остается пустой формой, человеческого действия, человеческой воли. Тревогу поднял ученый палестинский монах Сафроний. В письмах и лично он умолял Сергия и Кира отказаться от выражения ни одно действие, как ни православного. Сергий почувствовал опасность, когда в 634 году Сафроний стал Иерусалимским патриархом. Предупреждая его окружное послание, то есть то исповедание веры, которым каждый новоизбранный патриарх оповещал о своем избрании собратьев, Сергий написал в Рим папе Гонорию, стремясь привлечь его на свою сторону. Зная чувствительность Рима к своему месту церкви, Сергий очень удачно расставил свои сети и папа Гонорий сразу же попался в них, то есть принял монофилистство, как истинное выражение православного учения о Христе. Но пока был жив Сафроний, Сергий трудно было использовать свой сговор с Римом. В 637 году Иерусалимский патриарх умер, и в следующем же году император Иракли издал свое открыто монофилистское изложение веры эктезис для принятия всей церковью. Вскоре после этого скончались патриарх Сергий и папа Гонорий. В Константинополе монофилистство утвердилось надолго, но на Западе оно сразу вызвало бурю протестов. Настоящая же борьба с Ерисой началась уже при внуке Ираклия Константине или Консте, уменьшительное имя, под которым он остался в истории. Главным защитником православия в эти годы выступает игумен одного из Константинопольских монастырей преподобный Максим Исповедник. Находясь в 645 году в Африке он выступил там на публичном диспуте против бывшего Константинопольского патриарха Монофилиста Пирра и запись этого спора осталась главным источником наших сведений о Монофилистской смуте. В Африке после этого ряд соборов осуждает ересть. Все очевиднее становится сопротивление церкви государственному исповеданию. В 648 году новый богословский эдикт типос которым император пытается навязать церкви статус кво завершает вообще всякие споры об одной или двух волях. В ответ на это Папа Мартин собирает в Латеранской базилике большой собор 105 епископов на котором торжественно осуждается монофилистство и это осуждение принимается всей западной церковью. Теперь снова из стадии споров вопрос перешел в стадию гонения. 17 июля 653 года Папа Мартин был схвачен и после долгих мытарств доставлен в Константинополь где его ожидало долгое мученичество. После позорного суда в Сенате на котором ему предъявлены были абсурдные политические преступления после побоев издевательств он был сослан Херсонес в Крыму где и умер 16 сентября 655 года. Вскоре по этому же славному и скорбному пути последовал за ним святой Максим Исповедник. Опять тот же суд в Сенате те же политические обвинения. Максим отвечал просто но каждый его ответ бил цель. На этом суде по преданию в ответ на утверждение судей что и римские клирики причастились с патриархом Максим ответил если и весь мир причастился я один не причащусь. Максима приговорили к ссылке в Фракию. Еще семь лет длились его страдания его вызвали в Константинополь уговаривали пытали увечили Максим остался непреклонен до конца и умер в последней ссылке на Кавказе в 662 году. Всякое сопротивление казалось сломленным вся империя молчала но это не значит что церковь приняла монофилицию на западе его продолжали отвергать а власть Византии не простиралась на пределы Италии да и в самом Риме часто казалось почти номинальной Ересь поддерживал император но когда он умер а его преемник Константин Патанат утомленный новым разделениями дал церкви свободу решить вопрос по существу и собрал Вселенский собор 6 по счету с 7 ноября 680 года по 16 сентября 681 года в Константинополе Монофилиция было отвергнуто и халкидонское определение восполнено догматом о двух волях в Христе проповедуем также по учению святых отцов что в нем и две естественных то есть природных воли то есть хотения и два естественных действия нераздельно неизменно неразлучно неслиянно и два естественных хотения не противоположны друг другу как говорили нечестивые еретики да не будет его человеческое хотение не противоречит и не противоборствует а следует или лучше сказать подчиняется его божеству и всемощному хотению современный ум снова соблазнится что означает две воли и как можно об этом спорить или что-то решать а между тем преодолевая монофилистство утверждая не только божественную но и человеческую волю Христа церковь плала основание христианской антропологии тому пониманию человека которая определила собой все гуманистическое вдохновение нашего мира и нашей культуры христианский гуманизм вера в целостного человека его абсолютную ценность вот последний итог христологических споров и подлинные откровения православия собор собор анафематствовал главарей ереси четырех константинопольских патриархов Сергия Павла Пирра Тимофея Кира Александрийского и Папу Гонория на его осуждение собором неизменно указывалось православными как на доказательство отсутствия в древней церкви догмата папской непогрешимости но обошел молчанием главных виновных императора Ираклия и Консту не помянул он ни одним словом двух мучеников за истину святого папа Мартина и преподобного Максима исповедника формально они ведь не были уголовными или политическими преступниками только позднее оба имени были включены в список исповедников и учителей церкви и это молчание придает несколько печальный оттенок завершительной победы православия христологическом споре истина продолжала побеждать люди же увы начинали привыкать к двойной бухгалтерии византийской теократии это возвращает нас к тому с чего мы начали характеристики седьмого века монофилитство если и привело к водотворной реакции православного богословия к дальнейшему углублению халкидонского ороса не оправдало зато никаких возлагавшихся на него политических надежд вопрос решался уже в годы когда и монофизиты и нестериане были навсегда отделены от империи исламом и потому перестали представлять внутри ее опасность разделения как мы уже сказали православие стало до конца государственной и даже национальной верой византии но это означает также что и само православие окончательно слилось со своей византийской одеждой приняло ее как свой исторический канон это выразилось прежде всего в окончательном торжестве константинопольской кафедре как центра всей восточной церкви уже истиньян в своем своде законов назвал константинопольскую церковь главой всех прочих церквей и первой как будто ее патриарх титуловал вселенским в конце 6 века этот титул вызвал резкие протесты со стороны папы Григория Великого но несмотря на это при Ираклии стал обычным титулом патриархов царствующего града греки правда неизменно оговаривали что он не означает никакого превосходства константинопольского патриарха над своими собратьями и в 12 веке один из самых авторитетных византийских канонистов Феодор Вальсамон не усматривал в константинопольском у константинопольского патриарха ни одного из преимуществ украшающих римского папу действительно папизм в смысле какого-либо богоустановленного превосходства столичного епископа над другими епископами греки никогда не страдали и все же система церковного устройства средоточием которой стал константинопольский патриарх очень существенно отличается от той которую мы видели в самом начале союза церкви с римской империей канонически все осталось по-старому церковь в своем вселенском устройстве есть по-прежнему союз автокефальных патриархов епископы больших городов сохраняют свои пышные титулы догматически каждый епископ в своей церкви пребывает тем чем он был в учении например святого Киприяна Карфагенского святого Ипполита Римского еще раньше святого Игнатия Антиокийского образом Бога полномочным хранителем апостольского предания носителем благодатного единства своей паствы но на деле такая местная церковь раньше ощущавшая себя явлением в данном месте народа Божьего во всей его полноте все очевиднее превращается в епархию то есть административное подразделение более обширного целого Ей же ее же возглавитель епископ соответственно с этим и уполномоченного представителя в нем центральной высшей церковной власти сосредоточенной в руках константинопольского патриарха и патриаршего синода в этом отношении крайне показательна перемена в практике епископского посвящения согласно апостольскому преданию святого Ипполита Римского памятнику первой половины третьего века посвящененного избранного епископа совершалось всегда в собрании той церкви для которой он был избран среди того народа духовным отцом первосвященником и пастырем которого он отныне становился и при его молитвенном участии это был брак епископа с церковью по учению апостола Петра в постане кефесянам немедленно после посвящения новопосвященный совершал евхаристию а епископы возлагавшие на него руки участвовали в этой евхаристии уже как соцслужители и конечно епископ оставался в своей церкви до конца своей жизни так что потеряв своего епископа церковь называлась вдовствующую но с течением времени это значение местной церкви все сильнее ослаблялось церковном сознании уступая место централизованному пониманию ее уже в 4 веке мы видим епископов меняющих свои кафедры сначала эта практика вызывает всеобщее осуждение но затем и протесты слабеют перемещение епископов с кафедры на кафедру становится обычным чтобы гораздо позднее в Петровской России стать даже нормой церковной жизни епископы все больше воспринимаются как помощники представители исполнители велений высшей власти естественно создается новый институт абсолютно неведомый ранней церкви епископский синод при патриархии ранняя церковь знала епископские соборы но смысл собора был в том что в лице епископов на нем действительно были представлены принимаемые участие принимали местные церкви епископ соединяя в себе свою пасту был ее голосом свидетелем ее веры для нее же голосом вселенской церкви явленной на соборе но синод есть уже административный орган управления и условием участия в нем епископа является как это не парадоксально звучит фактически отрыв его от своей пасты и церкви синод не чувствует себя устами церкви как собор но некой постоянной властью которую епископы и представляют на местах мы видели что Константинопольский синод сложился почти случайно это был синод пребывающих проездов столицы по тем или иным делам епископов то есть некое подобие собора но возникнув он очень скоро превратился в постоянное учреждение и понятно почему из-за все усиливающегося параллелизма между устройством церкви и устройством империи позднее византийские памятники о которых мы будем говорить далее уже открыто утверждает этот параллелизм императору соответствует патриарх сенату синод мы далеко ушли от сакраментального новозаветнего корня церковного устройства древней церкви а с отпадением Египта Палестина и Сирии под власть ислама Константинополь остается единственной патриаршей кафедрой в империи так что естественно эта кафедра становится вселенской ведь вселенной и кумени называется и империя далее во время христологической смуты Константинополю пришлось бороться с другими восточными центрами Александрия Антиохия и Ефесом столица часто была источником ересеи и компромиссов с ересями но она же вынесла на себе всю тяжесть борьбы за халкидонское православие Антиохия и Александрия оказались ослабленными одна призраком нестарианства другая монофизитства начиная с Систиниана православными халкидонскими епископами этих городов были уже не местные люди а назначены из Константинополя такой контроль столичного центра усиливается в 7 веке на место антиохийского патриарха Макария низложенного за монофилист 6-м вселенским собором уже просто в самом Константинополе назначается и посвящается православный феофан и эта практика тоже очень долго будет обычной восточной церкви к тому же в это время антиохийские и Александрийские патриархи становятся возглавителями маленьких групп малкитов то есть греческих меньшинств в монофизическом море и поэтому они естественно рассматривают себя в некотором смысле представителями центра могущества населенского патриарха назначение Константинопольского патриарха пишет Барсов благодаря различным обстоятельствам в течение времени возвысились до того что он заступил место представителя всей восточной церкви подобно тому как римский папа стоял во главе западной аналогию эту не нужно конечно проводить слишком далеко римский папа на западе занял место не только предстоятеля падение империи делало его носителем и светской власти источником самого имперского и государственного строительства византийский патриарх напротив потому и возрос за своего положения что теория симфонии требовала параллелизма в устройстве государства и церкви если царство воплощается в императоре священство должно также носить свое воплощение в одном лице таковым и становится вселенский патриарх нового рима за эволюцией церковного строя следует эволюция других форм церковной жизни прежде всего богослужения здесь такие также намечаются и постепенно все более усиливается торжество именно византийской константинопольской традиции ранее церковь знала множество местных литургических традиций основоположное единство содержания уже в деяниях апостольских евхаристия была определена как собрание всех вместе на одно и то же то есть на вечное осуществление единственной и неповторимой вечери каждой церковью воплощалась свою форму плод подлинного литургического творчества до нас дошло от древности до ста анафор то есть евхаристических молитв написанных разными именами но по существу бывших каждым выражением долгого литургического опыта раскрытием основного и неизменного смысла евхаристии в человеческих словах так современная литургическая наука различает типы евхаристических молитв иерусалимский александрийский римский сирийский персидский и так далее каждый из которых в свою очередь объединяет целую группу литургии имеющих свои способности в них сильнее даже чем чисто богословской литературе отразила каждая христианская традиция свой дух свой этос свое восприятие вселенской истины церкви но константинопольская церковь не будучи древней как раз и не имела такой ярко выраженной традиции как Египет или Сирия в течение долгого времени в ней боролись разные влияния антиохийская святой Иоанн Зотоуст Нисторий Александрийская Анатолий избранных в Акидонском соборе и каждая из них отражалась в конечном развитии богослужения мы знаем например что святой Иоанн Зотоуст принял в Константинополе многое из антиохийской литургической практики да и Нисторий восставал ведь именно против употребления в богослужении слова Богородица с другой стороны не могла не сказать и постоянная связь с дворцом присутствие императора на богослужении имперский замысел храма Святой Софии и так далее в Константинопольскую традицию вошли таким образом элементы и того придворного ритуала который отражал теократическое понимание императорской власти делал все окружавшее императора божественным и наконец благодаря Константину очень заметным оказалось в ней влияние иерусалимских богослужебных обычаев Иерусалим в четвертом веке становится центром всеобщего интереса там строятся владычи величественные храмы туда со всего мира стекаются паломники там на святой земле овеянные воспоминаниями земной жизни спасителя богослужения становятся все более драматическими это хорошо показывает дневник паломницы из Галлии Этерии посетившей святую землю в конце четвертого века и оставившей нам подробное описание иерусалимских церковных обычаев как например этой драматизации богослужения укажем на нашу современную службу 12 евангелий на утренней Великой Пятнице хороший образец именно иерусалимского влияния в Иерусалиме Великую Пятницу христиане во главе с епископом естественно обходили все места страданий христовых причем в каждом месте читалось соответствующее Евангелие и пелись соответствующие песнопения таким образом сложившийся постепенно в Константинополе богослужебный тип был естественно синтезом разных традиций и разных влияний и сложился он в основном в основных своих чертах как раз в 7 веке в момент окончательного возвышения Константинопольской кафедры как средоточие всей православной церкви на востоке и сложившись он в свою очередь не только оказал влияние на другие поместные традиции но очень скоро стал единственной формой богослужения всей православной восточной церкви так византийская литургия в ее двойной форме златоустой Василия Великого вытеснила постепенно древнюю александрийскую литургию известную под именем святого Марка как и антиохийскую святого Якова брата Господня но это торжество византийского чина коснулось не только ифористии но и всего богослужебного круга византийский обряд в конце концов стал единственным обрядом православной церкви то же самое можно сказать наконец и о традиции богословской и здесь Константинополь очень долго не имел своего лица своей школы как Александрия или Антиохия и либо оказывался в сфере влияния одного из двух боровшихся течений либо же из-за имперского своего значения принужден был занимать компромиссную позицию Халкидон был первым шагом именно византийского богослужения как преодоление крайностей двух главных традиций и сочетание их в творческом синтезе по этому пути и развивалось оно дальше главный этап этого пути отмечены пятым и шестым вселенским соборами тема которых углубление уточнение освоение халкидонского догмата но если халкидонское православие в начале есть тоже как бы синтез Александрии с Антиохией то выводы из этого синтеза составляют уже специфическую черту византийского православия в церкви ссылка на прошлое на предание всегда имела основоположное значение так ранее христианские писатели много пользовались прилагательным апостольское апостольские постановления апостольские правила апостольское предание и политаримского это не значит что автор действительно пытался убедить читателя в авторстве апостолов и значит лишь то что в глазах автора предлагаемое учение восходит к апостолам есть все тоже неизменное и вечное предание церкви с 4 века такой же авторитет начинает приобретать ссылка на отцов то есть на тех богослов и учителей учение которых в конечном итоге принималось церковью как выражение ее опыта и ее предания и тем самым становилось само нормативным уже после собора 381 года император феодосий чтобы внести ясность в хаос воцарившийся в результате арианской смуты особым законом указал своим подданным тех епископов общение с которыми должно быть внешним признаком православия в пятом веке авторитет святого Афанасия Великого и Каппадокийских учителей святого Василия Великого Григория Богослова и Григория Низского безоговорочно признан всеми и аргумент от отцов приобретает все большее значение но христологические споры снова поставили под вопрос православия целых богословских традиций мы видели что на пятом вселенском соборе пришлось осудить давно умерших богословов пятый собор был как бы пересмотром и переоценкой местных преданий и потому характерно что на нем впервые составлен был список избранных отцов бесспорных носителей православного предания в него вошли святой Афанасий Великий Иракли Пиктовийский западный борец против орианства Василий Великий Григорий Богослов Григорий Низкий Амросий Медиаланский Блаженный Августин Златоуст Феофил и Кирилл Александрийский Лев Великий Прокол ни одного Константинопольского имени Прокол был патриархом столицы но отражал Александрийскую тенденцию в своем богословии Византийское богословие начинается как раз с подведения итогов преодоления противоречий согласования слов и понятий поэтому именно Византии впервые очерчен тот круг предания определенные театические заветы которые навсегда останутся фундаментом православного богословия отметим только что вне этого круга остались доникейские отцы и почти все восточные учители отметим также что по содержанию византийское богословие оказалось ограниченным двумя темами учением о троице и учением о богочеловеке это были темы великим догматических споров четвертого и пятого веков на их раскрытие и усвоение ушли все силы византийского церковного сознания в седьмом веке заметно огрубение некая варваризация всей жизни не прошли даром века нашествия обеднения непрестанного военного напряжения уже чувствуется наступление средневековья в его отрицательных сторонах которые никак не исключают положительных и многое в жизни даже христианского общества отражает это огрубение христиане привыкли к своему христианству оно стало обычным повседневным явлением вот главное впечатление получаемое от постановления так называемого пятого шестого или Труйского собора 691 года этот собор создан был императором Юстинианом вторым чтобы дисциплинарными постановлениями восполнить пятый и шестой соборы ограничившихся одной вероучительной деятельностью жизнь церкви требовала ясных регулирующих принципов и Трульский собор называемый так от колонной залы дворца в которой он заседал дал их в форме 102 канонов они позволяют нам многое увидеть в повседневной жизни церкви той эпохи собор имел своей целью врачевание немощи и его каноны отражают конечно только отрицательные стороны недостатки церковного общества но эти недостатки потому и интересны что показывает нам степень христианизации империи в итоге четырех столетий константиновского периода с одной стороны христианство несомненно победило сами дефекты церковного общества от победы от ее так сказать несомненности христианство вошло в плоти кровь человечества объединенного империи а на самой глубине конечно оно определяет оценивает и судит жизнь но об этом ниже сначала укажем на то что изнутри подтачивает эту победу делает ее саму источником новых болезней новых опасностей а опасность состоит именно в том что никакая победа не удерживается сама собою но требует непрестанного усилия и напряжения и вот напряжение то как раз и начинает ослабевать так например в борьбе с язычеством в героическом завоевании мира церковь не усомнилась обратить на служение христианству многие естественные формы религии бывшие обычами для язычества язычники праздновали 25 декабря рождение непобедимого солнца христиане к этому дню приурочили празднование Рождества Христова научившего людей поклоняться солнцу правды его познавать с высоты востока у язычников 6 января был праздник богоявления эта же дата стала датой христианского богоявления церковный культ бессеребренников имеется много общего с языческим культом диаскуров форма христианского жития с образцами языческих восхвалений героев и наконец объяснение христианского таинства оглашенным с материальной терминологией языческих посвящений но мы уже говорили что на деле все это заимствование были только формальными привычной для того времени форму церковь наполнила своей новизной своей благой вести образом христа и его последователей так что сама форма оказалась до конца воцерковленной проводником света мудрости и жизненной силы евангелия но в том то все и дело что никакое воцерковление само по себе не есть гарантия чистоты христианства никакая форма даже самая христианская по существу и по происхождению не спасает магически если она не наполнена духом и истиной которыми она оправдана и которым служит и нужно помнить что язычество это не только религия хронологически предшествовавшая христианству и уничтоженная его появлением но это некий постоянный естественный полис самой религии христианство требует непрестанного усилия безостановочного наполнения формы содержанием самопроверки испытания духов язычество же и есть отрыв формы от содержания выделение ее как самоценности и самоцели это возвращение к естественной религии к вере в формулу в обряд к святыню безотносительно к их содержанию и духовному смыслу но тогда и сам христианский обряд и сама христианская святыня могут легко стать предметом именно языческого поклонения заслонить собой то ради чего одного и они существуют освобождающую силу истины именно эта тенденция начинает чувствоваться в 7 веке являясь как бы расплатой за безраздельное торжество христианства уже в 530 году святой варсамофий облегчает механическую религиозность весь смысл христианства полагающего во внешнем если вы проходите мимо мощей сотворите поклон раз два три но этого достаточно перекреститесь три раза если хотите но не больше другие учители облегчают тех которые единственно в том выражают свою веру что покрывает поцелуями кресты иконы что им Евхаристия и причастия если его